Анастасия, благодарю. Очень приятно слышать такое представление. Всем привет, кто смотрит. Рада видеть такое большое количество зрителей. Я сегодня расскажу про то, как вообще укрепить бренд-компанию за счет профессиональных сообществ. Немного про себя тоже расскажу, конечно же, чтобы с вами познакомиться. Кто меня не знает, я уже 11 лет начинала с консультанта, промоутера. Еще тогда продавали мы тогда Сбербанк онлайн. 7 лет занимаюсь профессиональными сообществами, 6 лет опыта управления командами до 45 человек. 4 года занимаюсь непосредственно комьюнити-менеджментом, именно профильно. Это только моя сфера деятельности. И самое большое сообщество, которое я курировала, было 32 тысячи человек внутри компании, с которыми мы выстраивали образовательные продукты и взаимодействие по экспертизе. Также есть своя личная методология наставничества, и больше 400 человек у меня в групповом наставничестве. В Сбербанк на текущий момент у меня два профессиональных сообщества, крупных около 10 тысяч инженеров, если смотреть на охват вообще всего сообщества. В чатах, понятно, людей, конечно же, меньше. Также есть у меня человек, который мне непосредственно помогает всю эту часть вести и курировать. Но об этом чуть позднее. Еще я обычный человек, который тоже, помимо любимой работы, занимается активными видами спорта. Я 5 лет занимаюсь кайтсерфингом, вейком, горными лыжами, сноубордом. И мой основной девиз по жизни – то, что ограничений нет, есть только лень и страх. И именно вот этот девиз помогает идти дальше и выживать в этом интересном мире сверхнагрузки. О чем мы сегодня с вами поговорим? Мы поговорим, как, вокруг чего создают сообщества, вообще, что это за сущность такая. Но я уверена, что многие из вас об этом уже знают. Какие сообщества нужно развивать, а какие нужно просто припарковать, либо попрощаться с ними. Какой ритм сообществ нужно выстраивать для того, чтобы было комфортно работать. И чтобы люди в них тоже находились с радостью, и чтобы им было интересно. Как вообще людей проявлять в профессиональных сообществах и уходить на задний план, чтобы не занимать какие-то лидирующие позиции. И объять необъятные, конечно же, наши регионы. Если мы говорим о крупных каких-то представительствах, о крупных компаниях, сообществах в целом, то нужно говорить и о регионах, в которых тоже есть определенные особенности. Все кейсы, которые я сегодня рассказываю, основаны непосредственно на моем личном опыте, на каких-то личных убеждениях и выводах, которые были за всю профессиональную деятельность. Итак, как, вокруг чего создаются вообще сообщества. Кажется, что многие слышали такое утверждение, что вот я собрал чат, все, у меня теперь есть сообщество, эй-гей-гей, ребята, теперь будем зажигать, тусоваться. Но на самом деле истина немножко иная, и правда жизни другая. Чат не равно сообществу вообще. Оно начинается с чатов, потому что это один из инструментов наших, где мы людей можем вообще объединить и как мы с ним можем взаимодействовать. Сообщества существовали сотни лет до нас, до появления социальных сетей, до появления телефонов, и чаты это не осталось. Это не основной инструмент. Я недавно спросила у искусственного интеллекта, какое вообще бывает сообщество. И вот он мне нарисовал такую прекрасную зеленую картинку с домиками в середине. Это очень интересно показалось мне, потому что сразу вспомнились соседские чаты. Это, скорее всего, многие из вас в них состоят, и это тоже часть разновидности сообщества. Но прежде чем вообще перейти к тому, чтобы рассказать, что там внутри происходит, что такое сообщество, в первую очередь перед созданием и перед идеей того, чтобы что-то начинать делать, нужно задать себе вопрос, зачем. То есть перед созданием сообщества мы идем всегда от цели. Мы расписываем, какие цели будет преследовать сообщество для меня, как для создателя, для компании, для участника сообщества. Как заинтересовать. И на основе вот этих целей мы уже начинаем смотреть механики и прочие действия, которые будут у нас в основе развития. Сейчас я расскажу про несколько сообществ, про несколько направлений, которые есть, которые чаще всего встречаются в комьюнити-менеджменте, в DBRL-направлении. У лидеров сообщества, либо просто участников тоже вы это 100% наблюдали. Это событийные сообщества. Например, у нас сейчас проходит DevFest. Мы сейчас сидим в чатике с событийным. И как раз-таки этот чат направлен на то, чтобы собрать участников, собрать все вопросы, скоординировать со стороны организаторов, вовлечь людей, завести какое-то общение. Но после самого мероприятия этот чат, скорее всего, не будет таким оживленным, потому что у него цель была вот именно в моменте собрать людей и скоординировать. И, соответственно, такое сообщество либо перерастает уже в какое-то другое, да, мы даем там направление либо ссылки, либо, скорее всего, оно просто затихнет. Дальше есть более такие хардовые сообщества. Профессиональные они могут быть как внутри компании, так и вовне. Например, у меня сообщество Java-инженеров. Они преследуют цели именно профессионального сообщества, такие как решение задач именно компании, либо решение задач определенной отрасли, усиление скорости работы, чтобы люди начинали обмениваться экспертизой, быстрее начинали работать, начали использовать новые технологии, создавали технические инициативы, удерживали и нанимали людей. То есть за счет сообщества мы можем использовать такие механики, которые позволят нам и удержать людей внутри компании, и нанять новых людей за счет того, что у нас привлекательный HR-бренд, о котором люди знают, о котором люди хорошо осведомлены. И, соответственно, профсообщества, конечно же, влияют на бренд. Об этом тоже мы с вами еще подробнее поговорим. Также есть сообщества круг хобби. Например, геймдев, но тут сложно сказать, что это только хобби. Макроме, вязание и прочее, люди, которые любят выращивать цветочки и так далее. Тут в основном обмен опытом и общением. Это такие две цели, которые больше всего встречаются. Также есть волонтерские сообщества. Они преследуют цели пиара, они преследуют цели пиара фондов либо каких-то движений, помощи людей с какими-то ограничениями, либо просто помощи, не обязательно людей, но и животных. Но про это тоже вы, скорее всего, знаете, останавливаться не будем. И это малая часть тех сообществ, которые вообще есть у нас вовне. Есть и образовательные, и сообщества соседских чатиков, и прочие-прочие, которых можно вообще встретить на рынке. А сейчас я хочу как раз таки рассказать, какие сообщества нужно развивать, а с какими лучше прощаться, не тянуть их, потому что это отнимает очень много ресурса и времени. Развиваем те сообщества, где есть определенная точная поставленная цель. Мы понимаем, какой результат от сообщества мы получаем, какие участники вовлечены и за счет чего они вовлечены, где развита core команда, то есть это то ядро, которое дравит все сообщество. Обычно это правило 1.9.90. В 1% у нас входит лидер, комьюнити, менеджер, дизайнер и идейный вдохновитель, стейкхолдер, дальше я его буду называть. А 9% это уже эксперты, те люди, которые чаще всего создают контент, те люди, которые сильно вовлечены, те, которые объединены к культурным кодом. И 90% наблюдателей. И вот как раз таки вот эти 9% важно смотреть, как они развиваются, и важно инвестировать в этих людей. В эту часть как раз таки чаще всего попадают и профессиональные сообщества, и сообщества по хобби, и, например, те же самые геймдев тоже сюда, потому что, мне кажется, в этом мире одни из самых популярных механик как раз таки за счет сообщества достигается охват всей аудитории. Какие сообщества, я считаю, что не нужно подхватывать, и с ними нужно прощаться. Это те, когда цель достигнута, например, событий, когда, вот как я приводила пример ранее, прошло мероприятие, мы понимаем, что цель чата, в принципе, достигнута. Куда-то дальше переводить людей мы, например, не хотим или уже перевели тех, кого хотели перевести. Все, в принципе, это уже не сообщество, это просто рабочий чатик, его можно убрать. Долго нет динамики. Бывает такая ситуация, что, например, либо цель непрозрачна, либо люди были собраны вокруг определенного лидера, лидеру стал, переключился на другие задачи, появились другие интересы, и все, больше людей нету, нету ядра, была неправильно выстроена механика, никто сообщество не драйвит. Зачем его возрождать? Бывают единичные кейсы, когда люди возрождают, но это огромный труд, и, скорее всего, это будет пересбор нового сообщества, а не возрождение старого. И если сообщество как раз-таки тянет один-два человека, то есть если мы понимаем, что у нас только лидер и еще его помощник, либо комьюнити-менеджер тянут все сообщество, то это, скорее всего, не сообщество, это либо что-то вокруг бренда организованное. И тут надо понять. Если нам цель прозрачна, понятна, и мы понимаем, что эта история монетизируемая, к примеру, либо мы там рядов собираем с этой историей, окей. Если мы понимаем, что мы просто дотратим ресурсы, никакого выхлопа от этого не получаем, то мы прощаемся с таким сообществом. Также я подготовила чек-лист, в принципе, можете его заскринить. Это часть вопросов, которые я себе задаю, либо когда в наставничестве занимаюсь со своими студентами, те вопросы, которые я им задаю для того, чтобы понять, вообще, насколько жизнеспособна ваше сообщество. Тут тоже мы говорим про цели, про те цели, которые вначале, те цели, которые преследуются потом, когда сообщество развито, потому что они могут добавляться в ситуацию того, насколько сильно развито сообщество. Дальше, зачем вообще сообщество участникам? Зачем core-командит сообщество? Какая динамика группы? Что объединяет участников? Кто создает контент? Какой процент активных участников? Этот список можно продолжать. Это все дополняемо непосредственно под ваши задачи и ваши цели. И сейчас поговорим о КГ, о нашем пульсе. Что же вообще важно? Первое и самое главное – это важно продумать ритм коммуникации и наполнение форматов. Потому что мы понимаем, что здоровый ритм позволяет нам с людьми взаимодействовать ровно. Они начинают понимать, когда, например, у нас проходит конференция. Например, раз в год я понимаю, что у меня в сообществе проходит конференция. И люди понимают, что вот в июне месяце у нас будет Java конференция. И мы на нее обязательно придем и подстроим свои планы. Либо мы понимаем, что у нас раз в год проходит хакатон. И наши участники тоже понимают, что вот тогда-то будет хакатон. В принципе, нужно подготовить свою команду. И чем прозрачнее вы даете вообще план мероприятий на предстоящий год, например, либо квартал, тем проще внутри сообщества людям адаптироваться под ваш план мероприятий и адаптировать свою деятельность под них. Например, перенести какие-то важные встречи, если мы понимаем, что их можно перенести и так далее. То есть мы даем людям прозрачность, мы даем им планы, и они могут под него подстроиться и что-то сделать, чтобы поучаствовать. Например, у меня в сообществе есть целый лендинг, где у нас есть информация про core команду, про те направления, которыми мы занимаемся. Есть календарь. И как раз в этом календаре у нас ребята могут спокойно посмотреть, что когда запланировано. Ну, либо прийти и сказать, а поставьте, пожалуйста, вот меня вот на следующий месяц, 15-го числа, с митапом выйду, вот про то-то расскажу, говорю, хорошо, сейчас порепетируем и поставим тебя в календарь. Что происходит, когда мы перегружаем? Важно тут не перестараться с чистотой мероприятий, потому что люди начинают выгорать. Это то же самое, как я бегу, отдыхаю, потом опять бегу, бегу, бегу и очень редко отдыхаю. Организм начинает изнашиваться. Сообщество – то же самое, живой организм. Тоже начинает изнашиваться, тоже начинает уставать. И у вас падает динамика. И люди могут даже выходить из-за того, что у вас перенасыщены мероприятиями, перенасыщены новостями какими-то, поэтому все должно быть дозировано. И одно из самых важных – всегда структурируйте. Когда есть структура у вас, когда есть структура у лидера вашего сообщества, когда есть структура основных стейкхолдеров и ваши корр-команды, все сообщество понимает, куда мы идем, зачем мы идем и как мы будем исполнять те или иные цели, которые перед собой ставим. Тут я сейчас расскажу про ту структуру, которая у нас есть в плане того, как мы насыщаем сообщество и какие мероприятия дальше идут, и кто вообще с нами еще взаимодействует. Я написала в основе – это лидер сообщества, это тот человек, который, мне кажется, знает все, точно так же, как и КМ, слэш-диврэл. Почему слэш? Потому что, например, у нас в компании есть отдельная должность Диврэла, есть отдельные должности комьюнити-менеджеров, которые ведут несколько, либо одно сообщество. И мы очень часто взаимодействуем, потому что внутренние сообщества чаще всего являются поставщиками на внешние мероприятия спикеров, экспертов, писателей и прочее. И отчасти комьюнити-менеджер должен понимать специфику Диврэл-направления, должен понимать, когда какие мероприятия у нас идут, для того, чтобы грамотно готовить людей заранее, чтобы это не было, что срочно надо за две недели найти спикера. Но это сложно. Сложно, особенно если уникальные доклады технические. Соответственно, мы готовим заранее план где-то в начале года, садимся с Диврэлами, смотрим план по регионам, смотрим план крупный, делимся стратегиями-планами внутри компании и выстраиваем такую сетку, где, куда, чего нужно будет в тот или иной момент. Ну и, конечно же, ядро сообщества, как говорила ранее, это те люди, без которых мы не сможем развиваться и масштабироваться, потому что вдвоем, втроем ты сообщество не потянешь. Плюсом здесь же идут и дизайнеры, и люди, которые нам помогают в плане финансов, если, например, бывают какие-то закупки и так далее. Что вот этой вот прекрасной компанией мы организовываем? Это метапы, то есть мы фасилитируем метапы, смотрим качество докладов. У нас есть программный комитет внутренний, который готовит ребят выступать внутри, после чего мы можем их порекомендовать снаружи, пройти внешний программный комитет, стать экспертом того или иного спикера для того, чтобы ребятам дать максимальную поддержку. Менторинг – это понятная история, да, когда у нас внутри компании более сильные люди обучают более слабых людей, ну, либо тех, кого нужно как-то поддержать, да. Например, у меня в сообществах в обоях эта история сейчас залетает, да. Мы собрали менторов, сейчас собираем идти, и уже будем образовывать между ними связи, чтобы ребята могли друг другу принести пользу. Ну, соответственно, у нас есть роли внутри сообщества, есть определенные рабочие группы внутри инициатив, которые есть, непосредственные инициативы, также участвуют во внешних конференциях. Есть не один чат, а несколько направлений чатов по тому или иному проекту, либо, например, у меня есть платформенное сообщество, вот есть Java сообщество, второе сообщество платформенное. Внутри платформенного сообщества у меня много ролей. И для того, чтобы не мешать все в одном чате, потому что вопросы достаточно разные, и мы развели это сообщество на несколько подсообществ, где каждая роль имеет свой чат, своего представителя, и внутри курирует это направление тоже отдельное ядро, так скажем, по этому направлению. Дальше мы пишем продукты какие-то, создаем статьи и так далее. И все это дело мы обязательно накрываем таким одеялом, так скажем, через руководителей эти направления, это блоки, юниты и так далее, и стейхолдер со стороны HR, производственных процессов. Зачем мы вообще это делаем? Потому что профессиональные сообщества внутри могут идти в разрез компании, в разрез целям компании. Если мы не синхронизируемся с нашими руководителями, с нашими стратегиями, с нашими стейхолдерами, то мы можем сделать что-то не то, что делает компания, и пойти другим вектором. Однозначно мы всегда прислушиваемся, мы всегда понимаем, что куда мы идем. Но если, например, внутри сообщества есть какие-то идеи по улучшению тех или иных процессов, мы их точно так же с фактуры поднимаем на тех или иных представителей направления, рассказываем, почему мы хотим сделать то или иное, и потом уже сами либо помогаем довнедрить какой-то процесс, либо продукт, либо просто даем фактуру для того, чтобы коллеги это сделали самостоятельно. Если посмотреть наглядно, цифры, конечно, совершенно другие сейчас, но плюс-минус график такой же. Это рост сообщества и рост насыщения именно мероприятий внутри сообщества. То есть вот, например, Java-сообщество у меня существует с 2018 года. Подхватила я его в 22-м, да, в 22-м году. У нас там где-то было тысяча с лишним человек. Вообще само сообщество началось с чата, с каких-то не очень регулярных встреч, потом появились митапы, потом ребята начали делать буткэмп, это образовательный проект для новичков, компании. Потом начали создавать курсы обучения с нуля, переподготовки на Java-инженера. Затем создали школу для джунов, когда мы джунов на Медлов уже готовим. И потом у нас, когда рост сообщества начался такой большой, значительный, соответственно, пропорционально выросли задачи. Мы начали взаимодействовать саламни, мы начали заниматься менторингом, редизайнить курсы, оценивать экспертов, инверсорсить внутри продуктов и устраивать этот процесс, делать рабочие группы по процессам, создали программный комитет, который нам помогает делать мероприятия, усилили какое-то внешнее свое представительство, потому что появились на это ресурсы. Также появились новые форматы внутри сообщества, те же самые хакатоны добавились. На текущий год мы взяли для себя развитие трека AI, и там очень много мероприятий внутри него. И также сделали свою конференцию, и еще очень много планов у нас есть по реализации в этом году. Обратная связь от участников тоже такой мед на душу, когда ты видишь, что людям действительно это нужно. Раз в год в своих сообществах мы делаем опрос, я и мой комьюнити-менеджер второй, по удовлетворенности, да, насколько мы готовы рекомендовать, и непосредственно там NPS, CSI, да. И люди часто пишут большое спасибо за то, что мы делаем, и часто дают обратную связь, от чего еще не хватает. Например, последним комментариям мы видим то, что ребятам не хватает профоценки, им не хватает там конкретизации какой-то матрицы, да. Соответственно, мы взяли на себя в этом году обязательство актуализировать матрицу компетенции и прорабатываем с HR непосредственно этот процесс. Как проявлять и вообще стать серым кардиналом? Тут, на самом деле, секрет не очень какой-то сложный. Все очень просто. Во-первых, хочу сначала рассказать, где искать активистов. Это будет нам всем полезно. Самое первое, что я делаю, это смотрю на людей в чатах. Кто часто пишет чат? Долго не проявляется в каких-то параллельных активностях. Но я вижу, например, что комментарии действительно ценные, важные. За людьми часто слежу и просто пишу в личку. Например, это не хотел бы рассказать про тот же самый спринг, более подробно на внутреннем этапе. Он такой, я, конечно, об этом не думал, но давай попробуй подготовиться. Тут как раз-таки нам помогает программный комитет. Мы даем эксперта человеку, который помогает ему пройти этот путь подготовки, потому что он сначала не знает, что это такое, не понимает, как это все происходит. Он делает первый шаг, выступает на митапе. Потом мы понимаем, насколько человек комфортно себя чувствует, насколько тема зашла. И, например, говорим. Классно выступил, замечательно охватан, например, 40% от числа сообщества. Давай-ка на внешку с этим докладом адаптируем и попробуем подать, например, на тот же самый отчпоинт. Человек смотрит, подает доклад и начинает проходить программный комитет уже внешнего мероприятия с тем экспертом, который у нас был изначально. Ситуации могут меняться каждый раз разные. Это просто типовые шаблоны, которые чаще всего срабатывают. Также, например, на хабре. Если я вижу, что у меня участник часто пишет статьи, но он ни разу нигде больше не проявлялся, то я к нему захожу и предлагаю либо тоже выступить, либо стать экспертом на каком-то мероприятии, либо стать экспертом, например, на хакатоне и оценить ту или иную идею по возможности реализации внутри компании и так далее. Конечно же, заходим в команды, ищем экспертных лидеров через руководителей, но это не самый частый инструмент, который использую, потому что достаточно других инструментов для того, чтобы делать. Смотрю, кто выступает на конференциях, потому что бывает такое, что мы не видим наших ребят. Бывает такое, что не все ставят шильдик компании. Кто-то просто как независимый эксперт выступает, либо еще что-то. У ребят есть свои причины на это, но в любом случае, если я узнаю своих ребят среди них, то захожу к ним, общаюсь, предлагаю коммуницировать через профсообщество, рассказываю те плюсы и минусы, которые он получает, то есть что конкретно человеку дает это профессиональное сообщество, например, как спикер опытным уже, и он уже решает, присоединяться или нет. По большей части ребята присоединяются, потому что им важно быть в тусовке своих, им важно обмениваться опытом, им важна поддержка. И среди активных слушателей метапов и конференций я всегда смотрю чатики, выгружаю их, когда ребята задают вопросы, смотрю повторяющиеся из раза в раз людей, и чаще всего это люди, которым не все равно, а сообщество как раз-таки состоит из людей, которым не все равно. И на конференциях, например, если я понимаю, что кто-то задает часто углубленные какие-то вопросы, я хожу с микрофоном по залу, чтобы с аудиторией взаимодействовать, и в параллель могу договориться с человеком о дальнейших каких-то шагах. Как раз на последней конференции вот двух активистов я себе нашла, и очень рада этому. И кейс. Был у нас такой Вячеслав Чернышев, и есть, обожаю этого человека. Он писал статьи на Хаббр, мы тогда публиковались, и писал он их где-то месяц. Я говорю, Слава, почему ты так долго пишешь статью? Наверное, у тебя очень много работы, ты ее делаешь по вечерам. Такой, нет, Арина, я просто не могу отдавать материал сырым. И мы с ним общались несколько недель, пока он писал статью, после чего я говорю, слушай, давай вот, я посмотрела твой блог, у него действительно много хороших статей. Говорю, давай сделаем так, на одну из статей сделаем метап. Говорит, ой, слушай, я ни разу не выступал, я вообще не этого поля ягода, говорю, давай попробуем. Как оказалось, Слава, до того, как пришел в айтишку, занимался, выступал в спектаклях, занимался актерским мастерством профессионально, и, конечно же, из него получился вообще замечательный спикер, который сейчас, помимо того, что готовит доклады, занимает первые места по сетке конференции, но он еще и является одним из самых любимых ведущих моего сообщества, потому что такие харизматичные инженеры – это редкость в наше время, а еще и когда они хорошо разбираются в айтишке, это просто супер. Так что смотрите людей везде, и смотрите так, чтобы им было комфортно и интересно заниматься тем, что вы предлагаете. И самое главное – это признание и вера в человека. Тот же самый Слава, я просто ему сказала, я в тебя верю, у тебя получится. Понятно, что эти слова, они такие вроде бы как всем понятные и простые, но иногда людям просто не хватает поддержки, не хватает человека, на которого можно опереться. Не обязательно ты должен обладать техническими какими-то навыками, в любом случае ты должен разбираться в своих компетенциях, но в каких-то деталях не обязательно. И у меня есть такая традиция хорошая, когда я смогу выйти, например, на конференцию с ребятами, и мои спикеры идут в выступление, я всегда так делаю кулачком, чтобы они чувствовали сопричастность, и особенно если спикер только-только выступает первый раз перед большой аудиторией, стараюсь находиться в зале, чтобы человеку просто якорем в глаза можно было на кого-то опереться, посмотреть, того человека, который, во-первых, увлечен, и которому не все равно. Вот этого неспокойнее, поэтому этот лайфхак прямо рекомендую вам использовать. И про регионы. Что же у нас происходит с регионами? Мое сообщество охватывает примерно 25 городов. Это от Калининграда до Новосибирска и Владивостока. Как я решила работать с ними, как выстраивала процесс. Первое, я танжировала по топ-5 те города, которые у меня больше всего в процентном соотношении охвачены. У меня появилась такая история, что есть Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону. Что я делаю дальше? Дальше, конечно же, по логике я захожу, мы в Москве находимся, мы активизируем ядро в Москве. И потом с экспертом второго моего сообщества приезжаем в Питер. Это было в прошлом году, летом. Рассказываем региональному директору про профессиональные сообщества, зачем они вообще нужны и важны, и что мы хотели бы запустить региональное сообщество Java, именно представитель Санкт-Петербурга. На что он такой сидел. Сидел, говорит, «Так, сейчас я тебе приведу Java Vista. Вот такой парень». Я говорю «Давай». И мы тут знакомимся с Михаилом. Это тот куратор сообщества Санкт-Петербурга, который по сегодняшний день активно старается развивать его на площадке. Миша за год создал сообщество, ну да, создал-собрал именно города. У них сейчас есть своя динамика, у них есть внутреннее представительство ядра питерского. Помимо этого, он драйвит еще и соседние регионы и часто приезжает к нам в гости, помогает для того, чтобы развивать вообще все профессиональное сообщество Java в целом. Что происходит дальше? Дальше по логике я должна была пойти в Новосибирск. Конечно, я туда пришла, но мы поняли, что там актива такого сейчас нету и, скорее всего, придется мне, как комьюнити-менеджеру, кого-то там постоянно пинать. Я понимаю, что это будет достаточно трудозатратно, потому что слишком большая динамика у нас сейчас помимо этого есть. Но есть ребята из Екатеринбурга, у которых уже есть профессиональное сообщество, которые готовы присоединиться в общий вектор, в общую канву зайти именно большого сообщества, потому что они, ну, как бы за большим сообществом наблюдают и понимают, что региональное представительство им тоже нужно. Соответственно, мы там также начинаем взаимодействовать. И наш следующий шаг, так как Екатеринбург и Новосибирск рядом, они начинают взаимодействовать между собой. Это как раз-таки Новосибирск и Ростов-Надону до конца года. Мы хотим зайти. Екатеринбург будет передавать лучшие практики в Новосибирск и подтягивать их ребят для того, чтобы у них тоже организовалась такая своя внутренняя тусовка в городе, когда ребята могут спокойно собраться в переговорки и обсудить насущные темы, чтобы вот этот вот гэп в онлайн-связи не было, потому что это и разные часовые пояса. И все равно, когда мы собираемся онлайн, тех живых дискуссий, как в оффлайне, не происходит. Поэтому это важно. Создавайте региональные подсообщества, обязательно связывайте их в одну нить с большим сообществом, чтобы никого не потерять, чтобы все были в одном поле и векторе, понимали пользу. Тут я коротко написала, что мы делаем. То, что ищем активистов в регионе, выбираем куратора региона. Куратор участвует всегда в ядре большого сообщества, всегда приезжает на стратегические сессии, всегда понимает, что происходит. Раз в две недели мы делаем внутри ядра сообщества отчет, для того, чтобы люди вообще понимали, а что у нас происходит, кто вообще чем занимается, а какие у нас итоги, а достигли мы цели или нет. То есть должна быть прозрачность, иначе людям становится неинтересно. Работать ради работы мы все знаем, насколько это сложно. У каждого региона появляется свой план развития. Например, тот же самый Санкт-Петербург, сказал и Екатеринбург в том числе, сказал, ребята, у нас есть вот вектор, в котором мы хотим идти, исходя из тех компетенций, которые у нас более сильно проявлены, исходя из тех команд и продуктов, которые у нас есть. Мы говорим, окей, давайте это как-то сколлаборируем с большим сообществом, либо с какими-то регионами переплетем, для того, чтобы пользу получал не только Санкт-Петербург, но и все сообщество в целом. И, как правило, у нас просто появляются такие островки экспертизы в том или ином городе. Это очень круто. Также мы проявляем активистов и делаем как раз-таки межрегиональные коллаборации. Как это влияет на бренд? Это то, что у нас больше активистов, больше магнитов, есть лидеры, есть спикеры, потому что бывает проблематично найти, например, спикера в каком-то маленьком городе либо в городе отдаленном, а везти спикера из Москвы иногда для компании дорого. Они всегда конференции, оплачивают перелеты. И таких ситуаций может быть много. Поэтому, когда у меня есть спикер в Новосибирске, Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге, Нижний Новгороди и так далее, мне намного проще сказать, ребята, у вас в городе будет сейчас митап внешний. Давайте, пожалуйста, кого-нибудь найдем, подготовим. Поэтому мотайте нас на ус. Это очень тема классная. По статистике итогам. Профсообщества позволяют решать предокладные задачи компании и бренда. И всегда помним, что мы идем от цели, верим в своих людей и поддерживаем их. Вчера у меня программный комитет сказал, что, Арина, нам нужен слайд с ресурсами. Скажи, пожалуйста, вот что запустить в сообщество, что нам надо. Тут все на самом деле зависит от конкретно вашей компании, конкретно от ваших целей, конкретно от вашего кейса и возможностей. Но минимальный какой-то ресурс, это как минимум комьюнити-менеджер у вас должен быть, который будет фулл-тайм заниматься сообществом для того, чтобы его развивать. Можно ли совмещать комьюнити-менеджера и какую-то другую должность, там, либо роль, да, можно. Но это не будет настолько эффективно, потому что у человека будет сложность по переключениям задач, и он не будет фулл-тайм находиться в сообществе для того, чтобы им заниматься, его развивать. Дальше нужно понимать, а кто наши основные стейкхолдеры, а кто вообще поддерживает инициативу развития сообществ. Потому что я знаю кейсы других компаний, где вроде как ребята хотят сделать сообщество, а никто вообще не понимает, зачем и кому это надо, и не могут продать этот инструмент внутри компании. Поэтому сначала нужно найти поддержку, понять, кому это надо, кто разделяет такие же ценности, потому что сообщество – это все-таки культура. Это, если говорить про профсообщество в IT-шке, это инженерная культура компании. И мы должны понимать, кто за это отвечает у нас компания. Например, это HR, либо это руководители IT-направления, либо еще какие-то коллеги, которые могут быть нам в этом полезны. Очень круто, когда в команде с комьюнити-менеджером есть дизайнер. Дизайнер нужен не так, что один дизайнер на одно сообщество. Нет, в принципе, тут уже можно совмещать несколько сообществ, или дизайнер команды может также работать на сообщество. Он может усверстать красивые письма, шаблоны, отправить это все. Все-таки визуал – это важно, визуал – это тоже сопричастность, и мы все любим смотреть на красивые картинки и оформления. Бюджет и финансы – это на самом деле не самый важный момент. Бюджет будет, когда будет понимание у бизнеса, зачем нет сообщества. Потому что чаще всего все начинают с минимальных либо нулевых бюджетов, и только после этого, когда люди понимают ценность сообщества и что они приносят, вы начинаете получать бюджет, вы начинаете его обосновывать, и люди понимают, а зачем. Зачем мне как руководителю давать вам энную сумму денег для того, чтобы вы организовали мероприятие? Что я как руководитель с этого мероприятия смогу получить для себя? Что получат мои сотрудники? Что получит сообщество? И если сообщество огромное, или если КМ ведет несколько сообществ, очень классно, чтобы у вас был младший комьюнити менеджер. Это человек, который находится ниже позиции, он постоянно находится внутри процессов, он не занимается, скорее всего, стратегированием и работой с стейкхолдерами, но он в случае отсутствия основного комьюнити менеджера может его всегда заменить, и как раз-таки это для вас будет плюсом, если, например, основной КМ уходит из компании, этот младший комьюнити менеджер может спокойно подхватить, и никто не увидит, что у нас там что-то пошло не так. Ну и в целом, если сообщество выстроено хорошо и правильно, то ничего страшного не произойдет, когда КМ не будет, никто даже не заметит. Также есть исследование, которое делал Сбироуниверситет, вы его можете посмотреть в свободном доступе, либо у меня на канале, ссылка чуть позже, там про внутреннее сообщество, развитие управления, там прям огромное исследование, там интересно его почитать. Часть статистики я перенесла на слайды, то, что мы видим, что здесь есть и вклады в бизнес, и в HR-процессы, и то, что в HR-бренд и развитие партнерских отношений вклад в сообщество тоже колоссальный, там все эти метрики, все прописано, что откуда берется, с кем разговаривали коллеги и составляли данную статистику. Также мы можем посмотреть, какие барьеры есть для создания сообщества, прежде чем, например, идти в сообщество, если, например, у вас их нет, это важно посмотреть, с чем вы можете столкнуться, как вы с этим будете работать, либо, например, если у вас уже есть сообщество, все равно посмотреть, например, есть барьеры, но с ними всегда можно работать, есть механики, которые помогут с ними проработать. Так, вижу, что у меня организатор уже пишет, что у меня время заканчивается, и я вроде как уложилась, и переходим к вопросам. Супер, спасибо, Арина, очень интересный доклад, и у нас уже на Ютубе прям несколько вопросов есть. И на самом деле я смотрю, что ответы там не короткие, и у нас есть возможность сейчас выбрать один вопрос, самый такой больной. Вот, и можно тогда на один ответить, а на остальные ответить в чате. Мы сейчас выведем картинку с чатом, вы сможете просканировать и Арене вопросы задать и прочитать ответы на другие вопросы. Поэтому, Арина, выбирай один вопрос, отвечай на него, а на остальные тогда в чате. Пообщаемся. Какие можете дать советы по построению комьюнити небольшим компаниям? Кажется, что я в презентации ответила на этот вопрос, то есть советы очень простые. Идем, смотрим, какая цель у нас в компании. Если мы понимаем, что, например, нам не нужно делать по каждой компетенции сообщества, то делаем какое-то общее одно, но понимаем, что у нас контент должен быть разнообразен, контент должен быть понятен для всех людей. И обязательно возьмите комьюнити менеджера, потому что вы не пожалеете, когда с вами будет специалист, знающий, что делать, когда делать и как делать. И давай еще один вопрос. Как лидеру или активисту независимо в IT-сообщество чувствовать отдачу от своей работы? Это же доп. нагрузка вне работы. Можно быстро выгореть. Очень хороший вопрос. Я, наверное, его лучше как раз-таки и записала бы, потому что... И он от тебя, да? Класс. Значит, нет, не будет он лучшим. Но как сделать так, чтобы не выгореть? Любить то, что ты делаешь, не брать на себя лишнюю нагрузку, понимать, зачем, когда я могу ответить себе на вопрос, зачем я что-то делаю, у меня на это есть и силы, и энергии, и время, и ресурсы. Наверное, ответ мой будет короток. Но, конечно же, можно эту тему разгонять на отдельный доклад и прямо долго обсуждать. Есть также контакт, если можно презу сейчас пошерить еще раз. Вы можете также зайти ко мне в личку, либо просто в канал, на который сейчас ссылка висит. Там есть много ответов на те вопросы, которые часто мне пишут в личку. Я просто потом пишу, оформляю пост на эти вопросы. Либо можете просто пообщаться, задать какие-то свои вопросы о наболевшем. Это, в принципе, тоже приемлемо. Вот. Спасибо большое, Арина. Друзья, и кто не успел получить ответы на свои вопросы, либо Арине пишите, либо, если вам комфортно публично, то пишите в общий чат. Сейчас мы ссылку на него покажем. Арина, говорю, спасибо тебе огромное за доклад. Я думаю, что многие еще будут его пересматривать. И спасибо тебе за готовность помогать дюрелам разбираться в таком непростом деле. Вот. Спасибо. Даю вас организацию. Хорошего дня. Пока. Хорошего дня. Пока.